Договор купли-продажи Предпринимателя Корюшкина Сергея Петровича к ответчику Романовой Дарьи Ивановне о взыскании недополученной по договору купли-продажи товара в рассрочку суммы в размере 7700 рублей. По встречному иску Романовой Дарьи Ивановны о расторжении договора купли-продажи холодильника, купленного в рассрочку, и взыскании 5700 рублей, уплаченных по договору, а также компенсации морального вреда в размере 50000 рублей. Верно? Верно. Так, давайте по первоначальному иску разберемся. Сергей Петрович, пожалуйста, обоснуйте свою позицию. Ваша честь, я прошу взыскать сумму в размере 7700 рублей по договору купли-продажи. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. У меня в своем городке есть свой небольшой магазинчик. Мы занимаемся, как вы уже поняли, продажей бытовой техники. Я являюсь директором этого магазина, сделал небольшой подарок жителям нашего города, возможность приобретать в моем магазине товары в рассрочку, без любых банковских кредитов. Это очень удобно. И мне, потому что товар расходится быстро, и людям, потому что ежемесячные платежи, но они минимальные. Вот, Ваша честь, Дарья Ивановна, также являлась клиентом моего магазина, и буквально месяца три назад она приобрела в моем магазине холодильник. Приобрела его в рассрочку сроком на полгода. Стоимость холодильника составляла 13 400 рублей. Первоначальный ее взнос был 1300 рублей. Ежемесячный платеж по договору составлял 2200 рублей. Все это указано в договоре купли-продажи. Она его подписала. В тот же день, буквально в тот же день, после покупки холодильника, мои люди, мои сотрудники моего магазина доставили холодильник по адресу, где проживает Дарья Ивановна. И я прошу Вашей честь обратить особое внимание на то, что при доставке холодильника Дарья Ивановна подписала накладную приемки товара, где черным по белому было написано, где черным по белому было написано, что холодильник был принят без видимых визуальных дефектов. Прошу это суд учесть. Да ребята меня просили, рабочие и ваши, Через приставы акт передайте. Чтобы я подписала вот эти вот бумаги. Да я не смотрела, что там написано. Я подписала эти бумаги, потому что поверила ребятам. Дарья Ивановна, вам в телевизоре, в газетах каждый день постоянно черным по белому и русским языком говорят, читайте, что вы подписываете. Я не был у вас лично, и лично вам этот холодильник не привозил. Откуда я могу знать, что вы с ним там делали? Двигали вы его, роняли. Истец. Так, отвечу, пожалуйста. Вы иск не признаете, предъявляете встречный иск, правильно? Нет, нет, я не признаю иска, я подаю встречный. А, и свой встречный предъявляете иск. Давайте, обосновывайте свою позицию. И я прошу расторгнуть договор о купле-продаже в рассрочку холодильника. И я еще прошу, чтобы мне вернули мои 5700 рублей. И прошу, чтобы еще 50 тысяч за моральный ущерб мне вернули. Давайте теперь разберемся, почему вы требуете. А 100 тысяч, мам, вот не вернуйте. У меня семьи нет, от ребенка нет. Устец. Пожалуйста, отвечу, слушаю вашу позицию. Мы зашли в этот магазинчик. Вот. И тут вдруг подскакивает продавщица и говорит, нам привезли замечательные холодильники, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, и, в общем, мы с мужем посоветовались, немножечко отошли в сторонку, поговорили и так вот прикинули, вот его пенсия, моя пенсия. И, в принципе, как нам обещали, что мы будем платить 2200 в течение шести месяцев, и у нас там переплата получается всего 200 рублей. И мы подписали этот договор о купле-продаже. Ну, в смысле, вот на... Ну, в общем, мы подписали этот договор о купле-продаже вот этого дурацкого холодильника, который нам всю жизнь потом искалечил. Нам на завтра привезли этот дурацкий холодильник. Но у нас, вот у нас Хрущевка, у нас старые дома, и там, ну, вы знаете, хрущевки, там вот эти вот проходы, лестницы, они очень-очень тесные. В коробке его было невозможно принести, он был в пленке. И когда нам его принесли в пленке, без коробки, его поставили на кухню, потом сняли эту пленку, а муж заметил, что там вот эти вот трещины, ну, не трещины, а царапины. Так если вы заметили сразу визуальный дефект, почему вы подписали на кладбуе, да, не подписывали, не подписывали, просто ребята, которые вот эти рабочие, которые принесли этот холодильник, они попросили, мы хотели сразу поменять холодильник. Мы им сразу сказали, что мы этот холодильник не хотим, не возьмем, потому что вот трещины, мы им даже показали вот эти трещины. царапины. Они говорят, они говорят, ну, маленькие трещины, не звоните в магазин, а то у нас вычтут всю сумму за холодильник из наших зарплат. У нас маленькие дети. Они нам так сказали, они нам так сказали, что вот вычтут у них всю зарплату. Ну, у меня муж очень такой чувствительный человек, добрый. Вот он говорит, да ладно, говорит, Дашка, давай оставим холодильник, ну что там, сколько нам осталось жить, мы там заклеим, и все будет хорошо. Ну и все, и ребята какие-то бумаги нам дали. Да, и они еще сказали, холодильник включайте через 4 часа. Ну, мы так и сделали, через 4 часа мы включили холодильник. И? И он, ну, в смысле, свет включается, а он не работает. Мы ждали час, два, мы все ждали, ждали, чтобы холод был. Не охлаждает. А? Не охлаждает. нет, не охлаждает. Он не охлаждает. Мы позвонили там, пришел на завтра человек, вот, и сказал, что, я не помню, как это называется, вот это вот, которое... То есть, холодильник неисправен? Неисправен. Вообще, мы только включили. Вот эти вот царапины, говорит, вы специально поцарапали, и какую-то ерунду стал говорить. Но дело даже не в этом. У меня муж, больной человек, ему стало плохо. Ему стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Он получил инсульт. Он теперь лежит. Простите меня, пожалуйста, но я не врач. Я должна за него указывать, отвечать, патчет. Пожилой человек инсульт можно получить от чего угодно. нет, он получил инсульт именно от того, что вы плохо. Успокойтесь, пожалуйста. Вместо того, что вы сразу, сразу, вы начали нас унижать. Можно я? От этих переживаний, мой муж, получил инсульт. Извините, пожалуйста, извините, я очень нервничаю. Да вы знаете, что я вообще на валидоле сижу. У меня сердце больное. Успокойтесь, пожалуйста. Нам тут еще вот вашего инсульта не хватало. Да это меня просто возмущает. Такое отношение к людям. Так, истец, что, почему не отремонтировали холодильник? Ваша честь, я подтверждаю. Вы признаете, что холодильник был неисправен? Да, конечно, я признаю. Была проведена экспертиза. Вы знаете, что холодильник определен законом к перечню технически сложных товаров? Да, Ваша честь. Экспертизой было признано, что брак холодильника действительно был, но брак этот заводской. Просто если брак заводской, Ваша честь, мы можем полностью сделать гарантийный ремонт за счет фирмы и вернуть покупателям исправленные товары. Ответчик выразила желание расторгнуть с вами договор и вернуть деньги. Да, я хочу расторгнуть. Товар ее не выражала. Гарантийный ремонт моему мужу не стоит. Ваша честь, вы можете вести порядок? Мы ее прекрасную актерскую игру уже выслушали здесь. Я тоже счастлив. И у меня тоже семья, и у меня тоже есть жена, и тоже есть ребенок. Отвечаем четко на мои вопросы. Что в итоге с холодильником? Ваша честь, была проведена экспертиза, в которой были выявлены заводские дефекты. Вы признаете, что холодильник был неисправлен? Да, я признаю, что холодильник был неисправлен. Почему не произвели ремонт? Ремонт был произведен. Я не соглашался принимать его обратно, поскольку он имел ненадлежащий вид. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать! Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, решил удовлетворение первоначального иска о взыскании задолженности по договору купли-продажи в рассрочку отказать, встречный иск удовлетворить, расторгнуть договор купли-продажи холодильника в рассрочку, заключенный между сторонами, взыскать с индивидуального предпринимателя Корюшкина Сергея Павловича в пользу Романовой Дарьи Ивановны у выплаченную по договору купли-продажу суммы в размере 5700 рублей, в счет возмещения морального вреда 10 тысяч рублей. Суд отказывает удовлетворение первоначального иска и удовлетворяет встречный по следующим основаниям. В соответствии с положениями статьи 18 закона о защите прав потребителей, потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата, уплаченный за товар суммы. Судом установлено, что между сторонами был заключен договор купли-продажи холодильника в рассрочку, ответчик принял товар без видимых повреждений, однако, как следует из заключения экспертизы, ИСТЕС поставил ответчику товар ненадлежащего качества, а именно холодильник с существенным недостатком, поскольку он не исполнял своей основной функции в виде охлаждения. Поскольку ответчик имеет право отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата суммы за уплаченный товар, независимо от желания продавца произвести ремонт и возрастить товар покупателю, суд не находит оснований для отказа в удовлетворении данного требования потребителя. Поскольку в соответствии со статьей 15 закона о защите прав потребителей сам факт нарушения прав потребителя является основанием для взыскания компенсации морального вреда, суд заискивает с индивидуальным предпринимателя нарушившего права потребителя компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Поскольку требования ИСТА о возврате уплаченной за некачественный товар суммы в добровольном порядке индивидуальным предпринимателям выполнены не были, то в соответствии с пунктом 6 статьи 13 закона о защите прав потребителей Суд заискивается индивидуального предпринимателя в пользу ИСЦА по встречному иску. Штраф в размере 50% от сысканной по договору суммы, а именно 2850 рублей. Сторонам решения суда понятно? Да, Ваша честь. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Встречный иск удовлетворить. Я думал, что в нашей стране все-таки существует какая-то поддержка малого предпринимательства, но оказывается, что все не так просто, но ничего страшного, займу денег, расплачусь с ответчиком и буду дальше выстраивать свой бизнес. Я очень рада, что теперь не будет этого дурацкого холодильника. Этот холодильник нам принес столько горя. Я рада, что есть порядочные люди добрые. И вот я сейчас поеду домой к мужу и буду его лечить.